Трудно себе представить человека, который не любил бы путешествовать. И также готов поспорить, что исколесить всю Европу на автомобиле мечтал, наверное, каждый из вас. Допустим, у тебя есть автомобиль и все необходимое, чтобы отправиться в путь. А какой же маршрут выбрать? В этом видео обсуждаем 10 самых красивых автодорог мира. Трансфагорошан, Румыния. Это шоссе начали строить по приказу президента Николая Чаушеску в 70-х годах, сразу после нападения стран Варшавского договора на Чехословакию. Второе название дороги – Безумие Чаушеску. Автомобильное шоссе соединяет две румынские области – Валахию и Трансильванию, и города Питешти и Сибиу. Проходит через горный массив Фагараш. Это вторая по высоте асфальтированная дорога в Румынии. Она представляет собой область изгибов и поворотов вдоль южных Карпатских гор. Протяженность составляет около 90 километров. Максимальная высота – 2034 метра. В окрестностях шоссе расположены известные достопримечательности Румынии – горное озеро, водопад Быля и крепость Пайнари, также известная как резиденция Влада Дракулы. По пути также можно наблюдать живописные долины и поля, сколосящиеся пшеницей озера и мелые румынские деревушки. Чуйский тракт «Россия», она же федеральная трасса Р-256, проходит мимо Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай, а далее по территории Монголии. Проехать по Чуйскому тракту – все равно, что пересечь всю Россию. Здесь каждый поворот – повод к отдельному небольшому путешествию. На пути вас ждут бурные воды Катуни и скалистые ущелья, горная тайга и Телецкое озеро, гора Белуха и Курайская степь, где стоят юрты кочевников и бродят караваны верблюдов. Протяженность автомагистали – 963 километра. В городе Бийск, в здании Кровеческого музея, можно увидеть объемный макет Чуйского тракта, архивные документы и фотографии, картины и диорамы. Номер 3. И Атлантическая дорога. Норвегия. И несмотря на то, что протяженность дороги чуть более 8 километров, проходит она почти по самому океану. И здесь вы встретите целых 6 мостов, один из которых – знаменитый мост в небеса. Он же на норвежском Старсезандетский мост. Эта дорога – лишь часть маршрута по фьордам. Двигаясь по нему дальше в сторону Осло, вы попадете к одному из самых известных серпантинов Европы, сбирающейся по склону горы лестницы троллей. А если проехать еще дальше, по трассе 63, вы попадете к одному из самых красивейших фьордов Норвегии – Гейрангеру. Здесь можно любоваться на многочисленные водопады, ловить рыбу или просто бродить по окрестностям. Памирский тракт. Таджикистан. Это самая высокогорная дорога на территории бывшего СССР. Она проходит через Киргизию и Таджикистан, соединяет города Ош, Харок, Душанбе. Автомобильная трасса тянется через три главных горных перевала Памира – Талдык, Козыл-Арт и самую близкую к крыше мира – точку-перевал Акбайтал. Восточная часть тракта проходит по зеленым предгорьям, где пасутся лошади и стоят одинокие юрты, и мазанные навозом хижины, а также мимо Памирского национального парка, над которым возвышается Пик Ленина. Дорога и ущелье Вердон, Франция. По дороге в ущелье Вердон путешественников захватывает дух от расположения дорог и видов на скалы каньона. Местами дорога настолько узкая, что при ей встрече со встречкой становится жутковато, от того, что одно колесо свисает со врага. Доль каньона есть три маршрута – правый берег, по северной стороне ущелья, левый берег, южный маршрут и кольцевой маршрут, еще более крутой и узкий, часто без ограждений. На Вердонское ущелье лучше закладывать два дня, чтобы первый день спокойно прокатиться по кольцевому маршруту и насладиться всеми видами, а второй день – искупаться в бирюзовой глади озера или поплавать на каяках. Дорога Больших Ворот – Китай. Китайцы любят символы, знаки и цифры. И эта дорога – один из самых крутых во всех смыслах серпантин мира. Она идет по горе Тяньмэнь, которая находится в 8 километрах от города Чанцянзе, на юге-востоке Китая. Это асфальтовая трасса длиной 11 километров, поднимается до отметки в 1300 метров, делая по пути 99 поворотов. А цифра 9 для китайцев священна. Во-первых, это число императора. А во-вторых, ровно такое количество дворцов, по легенде, ждут человека на небесах. Поэтому дорогу на Тяньмэнь называют еще «дорогой в небеса». Трасса 40. Аргентина. Это одна из самых длинных дорог в мире – 5000 километров. Она пересекает почти всю Аргентину с севера на юг и идет вдоль высоких Аннских хребтов. Пейзаж по пути постоянно меняется. Леса, скалы, озера, поля, луга, пустыни, 27 горных перевалов, 18 крупных рек, 20 национальных парков. Например, парк Лось Гласьярес, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, или парк Долина Кольчаки, в котором можно за один день попасть из горных пустынь в субтропический лес. Именно так здесь меняется климат на одном сравнительно небольшом участке земли. Можно посетить ледник Перита Морена, где сосредоточен третий по величине запас пресной воды в мире. Та же дорога выведет и их знаменитой Пещере Рук, где все стены испещрены отпечатками человеческих ладоней и изображениями сцен охоты. Самые старые из них, которые датируются девятым тысячелетиям до нашей эры. Эта трасса также понравится всем любителям Звездных войн, Страж Галактики и Мандалорца. Ведь местные пейзажи пустынь определенно схожи с марсианскими. И также здесь можно посмотреть на фламинго, живущие на озерах Патагонии. Великая океанская дорога, Австралия. Тянется она вдоль Тихоокеанского побережья Австралии. Ее длина составляет 243 километра, и была она построена вернувшимися с Первой мировой войны солдатами, как памятник жертвам сражений. После открытия в 1932 году дорога стала крупнейшим воинским мемориалом мира, а 30 лет спустя ее признали одной из самых живописных на планете. Эта дорога проходит вдоль бескрайних водных просторов и тихих укромных лагун. Основные достопримечательности, которые можно встретить на пути. Таинственный берег кораблекрушений, у которого разбилось 638 кораблей, 12 апостолов, группа отдельно стоящих в океане известняковых скал высотой до 45 метров. На самом деле скал здесь всего 8, и до недавнего времени их называли не иначе, как «свинья и поросята». Поэтическое же название «12 апостолов» появилось просто для привлечения туристов. Сюда приезжают, чтобы полюбоваться на пейзажи, поваляться на пляже или покорить волну. Можно и прокатиться по маршруту австралийского сафари. Здесь, в городе Вернамбуле, можно наблюдать миграцию южных котов, а в охотничьем заказнике «Тауэр Хилл» прогуляться вместе с кенгуру и эму и посмотреть на куал и морских птиц. Из Австралии отправляемся в Милфорд, Новая Зеландия. Эта живописная дорога соединяет город Теанау с одним из самых известных назначений Новой Зеландии – Милфорд Саунд. Является одной из самых высоких и красивых государственных автомобильных дорог Новой Зеландии, а также самой опасной. Общая протяженность дороги – 232 километра. По пути можно увидеть такие достопримечательности, как Серкальные озера, горы Телборт, Пик Митра, Тоннель Гомера. Туристы приезжают сюда, чтобы полюбоваться кристально чистых озер, водопадами, густыми тропическими лесами, а также национальным парком Фьордленд. Большой Круг, США. Название Grand Circle «Большой Круг» пошло от автобусного тура, который назывался Grand Circle Tour. Удобнее всего ехать от Денвера, сначала подняться в национальный парк Скалистые горы, где берет начало река Колорадо, и следовать дальше через Аспинг, плата Колорадо. По дороге стоит посмотреть парк Арак Арчес и знаменитую долину монументов на территории индейцев Наваха. Около городка Пейдж находится малозаметный каньон Антилопы. На обочине увидите простой деревянный щит с надписью. Здесь же стоит отправиться на прогулку на катере по озеру Пауэлл. Взять катер можно на прокат. Чуть южнее Пейджа начинается знаменитый Гранд Каньон. Если ехать вдоль южной его части, то получится зацепить кусочек знаменитого шоссе 66 из Чикаго в Лос-Анджелес. Если хотите почувствовать атмосферу Дикого Запада, здесь вы найдете настоящий ранчо, где можно остановиться на ночлег. А потом можно выехать на дамбу Гувера, гигантский памятник эпохи 30-х годов прошлого века, откуда начинается прямой путь на Лас-Вегас. Имейте в виду, что большой круг включает в себя четыре штата Колорадо, Нью-Мексико, Аризона и Юта. Поэтому рассчитывайте на то, что за одну поездку объехать его весь достаточно сложно. Спасибо, что посмотрели данный выпуск. Если вам интересны путешествия на автомобиле, смотрите видео, выпущенные на моем канале раньше. Есть выпуски про путешествия на автомобиле по Америке, по всей Европе и также по известным городам России. Буду рад вашей оценке. Ставьте обязательно лайк, это помогает развитию этого канала. И не забывайте подписываться на оба моих YouTube-канала с Мапс Эдюкейшн и Егор Еремеев, а также на мой Инстаграм с Мапс Эдюкейшн. Все линки в описании к данному ролику. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok